Сейчас Хоуп задаст вам вопрос, на который я уже ответил «да». Ну а теперь пишите свои ответы на этот вопрос в комментах. Без понятия как так, но подростковая линия мира за грани меня не цепляет уже третий эпизод подряд. То ли дело в персонажах, некоторые из которых бесят. Допустим, она. Или же желание следить за CRM перебивает смотрибельность похода Хоупа компании, не знаю. Но зато знаю то, что все связано с войсками республики пока держит шоу в тонусе. Хоть Элизабет и показывали в эпизоде минут 5. И тут становится заметна небольшая подстава пиарщиков МЗГ. По промо создавалось впечатление того, что тайной организации будет уделена куда большая часть эпизода. А в итоге, последние 5 минут. В этом пока и есть главная проблема шоу. Оно изначально заманивало фанатов входящих людьми, забравшими Рика, едва делая акцент на главных действующих лицах. По итогу же многие проектам остались недовольны как минимум из-за этого. Было бы CRM больше, хоть на 1 квадратный миллиметр, шоу стало бы вкуснее. Нет, это не значит, что линия подростков всегда плохая, скучная и глупая. Но зачастую это так. Это обзор третьего эпизода первого сезона Ходячих Мертвецов Мира за Гранью. Давайте начнем. За финальные 5 минут мы смогли получить информации больше, чем за остальные 40. Элизабет уже на их тайной базе, наслаждается компанией самой себя и покой нарушает вот этот солдатик. Отсюда давайте подробнее. Нас уже начали подводить к какому-то моральному надлому подполковника, а значит и всей организации в целом, так как Кублик, на мой взгляд, олицетворяет всю военную сторону поселения. Народу, как выяснилось, аж 200 тысяч человек. Почти что мой город. А значит военных среди живущих там должно быть ну очень много. Ведь CRM принимают к себе только закаленных людей. Для простых смертных же место неприступно. Огромная доля проживающих там это либо военные, либо ученые, которые, возможно, занимаются разработкой вакцины. Но это уже другая тема. Вообще, момент сделали прям эмоциональным. Как с помощью эмоциональности Барко, так и с приоткрытием завесы истинного характера Кублик. Мне понравилось то, как нам показали стремление Элизабет закрепить веру в то, что они делают. Сцена со включением абсолютно всего в доме, чтобы напомнить себе, ради чего она выкосила целое поселение, очень сильная. Сама идея показать эмоциональную подоплеку прям зашла. В глубине души Элизабет понимает, что поступает ужасно, о чем ей напомнил Барко. Но принимать такую правду она не хочет. Переубеждая его, она еще сильнее пытается убедить себя в проводе действий организации. И это один из немногих моментов, который прям порадовал в эпизоде. И исходя из этого поведения Кублик, создается впечатление, что в городе рано или поздно начнется своего рода смута. Сомневаюсь, конечно, что до такого доведут, но почему бы и не пофантазировать. В этой же линии нас такого лишают, максимально банально через флешбек, как это уже заведено третий эпизод подряд, раскрывая Сайлоса. Хотя, как таковым раскрытием, в типичном понимании это назвать сложно. Объясняют нам все на пальцах, и вот не хватает прям какой-то неоднозначности, что ли, чтобы на предыстории можно было помозговать, построить догадки. Возьмем, допустим, последний эпизод БХМ. В нем все 50 минут уделили переосмыслению Морганам своей философии, перемешанную с идеями Белого Медведя. И вот каждый микромомент трансформации Моргана можно было понимать по-своему. Многие видят в тех или иных действиях совершенно разный смысл, или даже символы. МЗГ же не этого куста ягода. В первом эпизоде нам кидают этот флешбек, без какой-либо интриги и тайны раскрывающей карты. В следующем эпизоде повторяется эта ситуация, но уже с Феликсом, ну а в третьем с Сайлосом. Из флешбеков становится ясно, что он был агрессивным, не мог сдерживать приступы гнева, и какого-то несчастного чела даже избил, ну или убил, кто знает. Дядя за него впрягается, и контроль над эмоциями Сайлос находит в работе и попутном прослушивании музыки. Все. Не находите это скучным? Лично я, да. Тем не менее, у Твиста есть шанс оказаться крайне сильным, если в определенный момент Сайлоса таки прорвет, и все сдержанные эмоции, наконец, выйдут наружу. Намек на это мы уже видели в этой сцене, так что надеемся на подобный исход. Иначе же от флешбеков толку не было совсем, потому что персонаж сильнее нравиться не стал. Именно этого от прошлого эпизода я и ждал, то есть резкого выпада ходячего из-за дыма, который буквально не просматривается. В этом эпизоде авторы поступили интересно и преподнесли как раз таки подобный момент. За это плюсик. Ну и плюс картинка во время прохода через эти горелые шины тоже приятная, почему бы это не отметить. Ведь сериал пока что только этим и может похвастаться. Но это так, небольшое отступление. Кстати, для ценителей отсылок. Здесь таковая тоже есть. Вот, пожалуйста. Печалит и то, что теперь их Хоуп оказалась на стороне сестры, когда согласилась с надобностью их похода. Все из-за их сестринской силы, которую они проявили в этом пафосном слоу-мо моменте и выяснении отношений. В этой сцене лицо прям зачесалось в ожидании фейспалма от естества их игры. Ладно, Алекса Мансур как-то пытается выдавить что-то, но вот актриса, играющая Арис, это тихий ужас. Играет словно хоккеист без клюшки, серьезно. Ей даже, судя по всему, дали специальный капсул для создания слез. И разве это уровень вообще? Я думал, что подобное уже не используют, а нет. Как минимум, юзание этого актерского стаффа заметно по самим слезам, которые возникают очень неестественно и одновременно. Ну и сами эмоции, актрисы говорят о том, что до слез ей дела вообще не было. Ну, теперь хоть понятно, почему в Яндексе ее фамилия написана с маленькой буквы. Ну и с ошибкой. Очень иронично. Видать, актриса она и правда с маленькой буквы. МЗГ пока что совершенно не самостоятельное шоу. Как я уже говорил множество раз ранее, смотреть на главную линию сериала желания почти нет. Интересна только лишь та часть, которая связывает все три проекта. То есть, CRM. Персонажи никакие, некоторые актеры тоже. В итоге ты сидишь в ожидании показа Элизабет, а ей дают жалкие пять минут, которые эпизод в основном и тянут. Потому ролик и вышел таким коротким. Обсуждать особо и нечего. Серия, в принципе, на уровне прошлой, но не будь последних пяти минут, была бы куда хуже. Так что эти слова Элизабет... Мы последний свет этого мира. ...можно понимать, как... Мы последний свет этого спин-оффа. Ну а как оцениваете эпизод вы? Напишите в комментариях или проголосуйте в группе ВК. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить комментарий по поводу ролика, ну и, конечно же, о самом эпизоде. И да, не забываем и о группе ВКонтакте. До скорых видео. Субтитры сделал DimaTorzok